Данте Алигьери Именно о ней расскажет активист молодежного общественного объединения «Армир» и волонтер городского клуба «Инсайт» Максим Добрых. Об этой книге я узнал из сериала «Великолепный век». Там рассказывается про турецкую султану Сулеймана Первого Великолепного. Он захватил итальянский город Таранто и там он увидел это произведение. Эта книга его заинтересовала, после чего он прочитал. Я тоже заинтересовался данным произведением, пошел в библиотеку, взял только одну часть «Ад», прочитал. Эта часть меня очень сильно заинтересовала, после чего я заказал в интернет-магазине само произведение, которое вы видите, и прочитал «Ад. Читающий рай». Эта книга меня воодушевила и довольно изменила мою жизнь. Я ее прочитал в 15 лет, поэтому в 15 лет ее можно прочитать, но довольно сложно. То есть все эти имена и названия на итальянском языке, и особенно, поскольку книга «Великолепный век» — это очень все сложно. То есть ты когда читаешь одну песню, а сама книга разделена на песни, ты немного не понимаешь смысл, поэтому я ее прочитал дважды, чтобы понять. Эта книга, когда Данте прошел земной путь до половины, после чего очутился в аду. Он встретил своего кумира, древнеримского поэта Вергилия, после чего Вергилий показывал ему путь от ада до рая. Данте прошел все девять смертных кругов ада, где на восьмом аж десять пазох, то есть рвов, после чего Вергилий его отвел в чистилище, у реки омыл его святой водой, чтобы смыть копоть ада. И в чистилище он встретил людей, которые также грешны, но перед смертью они смогли покаяться, чем заслужили прощение Бога. В чистилище эти люди могут попасть в рай, но они некоторое время должны в каких-то определенных кругах, там семь кругов, они должны исчерпать свой грех, то есть отработать его, как сейчас говорится. После чистилища Вергилий покидает Данте, и к нему приходит его возлюбленная Беатрича, умершая, и она показывает ему путь в рай. Я считаю, что Данте в своем произведении «Божественная комедия» считает, что каждый смертный грех можно оправдать, как в чистилище, но если человек злоупотребляет доверием Бога, то именно его душа и его тело попадает в ад. Данте Оливьери, создавая столько много ярусов в своей «Божественной комедии», предполагал, что в нашей жизни не стоит зациклиться над чем-то одним, то есть надо переходить от чего-то нового к новому, чтобы развиваться самому и себя, чтобы с точки зрения религии творение Бога не пропадало просто так, а чем-то занималось и делало так, чтобы остальное поколение, которое будет приходить на смену другого, верило в него и в его силу. Мы шли тропой, которая велась среди могил, близ каменной ограды. И спутника спросил я в этот час, ведущий в холк из круга сквозь преграды. Учитель мой, не дашь ли ты ответ? Могу ли заглянуть я в недры ада, в гробницы, где и плит могильных нет, разузнать, что в них теперь таится. Гробницы те, ответствовал поэт, тогда лишь смогут плитами закрыться, когда обратно тени пролетят, чтобы снова вплоть земную воплотиться. Данте Оливьери, божественная комедия. Данте Оливьери, божественная комедия.